Сотрудники ГИБДД начали проверку дорог Наукограда, сообщает бийские рабочие. В ходе проверок будут выявляться выбоины, которые влияют на безопасность дорожного движения. Чтобы недостатки были устранены, автоинспекторы планируют выдать предписание, либо принять меры административного воздействия к владельцам дорог Бийска. А уже сегодня депутаты Рубцовска рассмотрят отчет главы города Дмитрия Фельдмана. Наблюдатели считают, что народные избранники могут отрицательно оценить результаты работы главы муниципалитета в 2018 году, пишет политсибру. Есть большая вероятность, что большинство депутатов поставят Фельдману неуд. Это является основанием для отстранения его от должности. Корреспонденты напоминают, что недавно и суд признал работу главы города неудовлетворительной подробностью на политсибру. Информационный портал Толк сообщает, что в Госдуме рассмотрят законопроект «Внимание!» сезонного перевода часов. Автор документа депутат Андрей Барышев считает, что в России необходимо установить более комфортное исчисление времени, которое позволит эффективно использовать светлое время суток. Планируется, что инициатива повысит уровень жизни людей. Мы не будем напоминать, сколько раз выдвигалась подобная инициатива и сколько раз говорили о том, что больше переводить часы в стране не будут. В Барнауле проведут акцию «Час земли» и акция «Всемирные» пройдет 30 марта. Суть ее заключается в том, чтобы в назначенный день ровно в 20-30 на 1 час отключить свет. Кстати, административные ресурсы Барнаула уже давно стали участниками акции, сообщает «Комсомольская правда Барнаул». Они отключают внешнюю подсветку многих учебных, культурных, промышленных зданий, торговых центров, рекламных конструкций и так далее. Онкобольная рубцовчанка борется за жизнь дочери, пишет московский комсомолец на Алтае. В апреле девушку ждут врачи московской клиники, но на дорогу у семьи нет денег. Мама Ангелины, девушки, у которой диагностировали опухоль головного мозга, тоже борются с онкологией. Но здоровье дочери стоит превыше всего, тем более, что есть шанс. Как можно помочь девушке читать на страницах издания.